Девушки отдыхают Мы думаем, что во время храма все было так спокойненько, сколько было войн, сколько конфликтов, как греки пришли, римляне, как их принимали, как народ был разделен. Еще при первом храме, да, руководители, потом еще праведники, да чего там только не было. И при втором храме, в чем вопрос? А наоборот, чем больше у тебя святости, и приходит, соответственно, клепа, клепа, не в наши дни. Да кто в наши-то дни? Ну, с одной стороны, ты видишь профсоюзы, вот они. А с другой стороны, ну, кто у нас тут, ага. Кто у нас, ну, самый такой ультрарелигиозный? Да нету, да ни те, ни другие, это все. А дело в том, что там, где была клепа большая, потому что душа, святость была. И святость была на уровне Мохин-де-Хая во времена первого храма. Поэтому там были совершенно страшнейшие войны в народе, чтобы спуститься с такого уровня. Ты ведь знаешь, в духовном тоже есть такая пауза и на подъемах, и на падениях. Мы должны работать, работать, пока не завершится мера, и мы получаем то, что приготовили. При падении то же самое. Не сразу ты падаешь. Ты делаешь, делаешь и делаешь, делаешь. Разные помехи, проблемы, нарушения, заблуждения, потом злодеяния. Потом ты падаешь. И ты знаешь заранее, что ты падаешь. И ты понимаешь, что ты падаешь, и нет у тебя никакой возможности даже остановиться. Вместе с этим. И ты жалеешь, и не знаешь, что делать. Может быть, я не знаю, привязать себя. Она может убить себя. И ты ничего не можешь сделать. То есть осознание, понимание при падении было, знаешь, какое. И при втором храме. Как ты можешь себе представить, что это было так? Что человек платил колоссальные деньги, чтобы купить должность первосвященника. Священника, понимая умом, что я вор. Я вообще в такой скверне и во всем, что угодно. Я знаю, что я умру в Йом-Кипур. И не могу остановиться, чтобы не захватить эту работу и не выполнить эту работу в Йом-Кипур. Это такие крайности. Ну, какое у него там было внутреннее состояние, если он уже, ну, просто с ума сходит. И не может себя остановить. Даже умру я. Да, я иду на смерть. Хорошо. Ему же веревку привязывали за ногу, чтобы его потом оттуда вытащить. Ага, цепочку. Цепь за ногу. Ты понимаешь? Какое эго, что он не мог остановиться. Знал, что он умрет. Но вот сегодня это мой самый величайший день. Да какой величайший день? Ты не в духовном. Ты весь в нечисти. Да. Но это нечто великое. Мы не понимаем, насколько эти вещи... Святость напротив Клипы самым жесточайшим образом, самым глупейшим образом. А что сегодня? Сегодня ничего. Ни того, ни другого. Поэтому те войны, те столкновения, которые были в народе, мы не понимаем, не знаем.